В рамках республиканского плана по развитию систем водоснабжения и водоотведения разрабатывается проект по модернизации системы обработки садко-сточных вод. Тендер на проведение такой работы в городе Пинске выиграла швейцарская компания «Холлингер». «Холлингер» – это швейцарская компания, которая больше 80 лет работает в области водоснабжения и водоотведения и уже последние 20 лет работает на международном рынке тоже. Мы работаем в Центральной Азии, на Балканах, вот сейчас первый раз в Белоруссии, других в Китае, в Латинской Америке тоже, то есть по всему миру у нас проекты. Первый подготовительный этап работы начался в феврале этого года. В рамках промежуточного отчета консультант представил возможные пути развития, среди которых заказчика – это Пинский исполнительный комитет совместно с Пинским водоканалом выбрали наиболее эффективный. Им оказалось использование фильтра пресса в процессе обработки осадко-сточных вод с использованием биогаза. Биогаз – это довольно передовая технология, она очень распространена в остальном мире. Мы это показывали заказчику, нашему Пинскому водоканалу. Так что наше задание тоже требует, чтобы мы самые передовые технологии предложили. Для Беларуси такой вариант – один из наиболее предпочтительных и эффективных. К примеру, в Бресте такие установки успешно работают более 10 лет. Есть другие положительные моменты по этому варианту. Это и более низкий расход электроэнергии, и более низкий расход реагента. Поэтому Холлингер и Квазар Техно сделали расчеты. По этим расчетам получается, что это наиболее экономически выгодный вариант, и оснований не доверять этим расчетам у нас нет. По оценке специалистов, предложенный проект с использованием биогаза эффективен и экономически, и экологически, поскольку максимально поможет избежать неприятных для всех пинчан запахов от иловых площадок на очистных сооружениях. Этот проект, с точки зрения экологии, он позволяет эти иловые площадки ликвидировать и получать продукт, пригодный для использования при последующей рекультивации. При этом газы, которые образуются в процессе брожения осадков и илов, которые образуются на очистных сооружениях, они будут использоваться для получения биогаза и выработки. Электроэнергии и тепловой энергии. Срок реализации проекта с методокументацией запланирован в течение 2018 года, а начало строительства еще предстоит согласовать с источниками финансирования. Основными из них на сегодня является Международный банк реконструкции и развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова